добрый день дорогие телезрители сегодня мы поговорим о том как оказать первую помощь при ожогах в домашних условиях что делать человеку когда он обжегся на кухне вот какие первые его шаги самые первые должны быть самое главное не паниковать успокоиться первым делом охладить источник пораженный источник рекомендуется прибегнуть к либо к льду то есть можно приложить горелку со льдом на пораженный участок обожженный либо прибегнуть к охлаждению с помощью воды то есть поднести обожженный участок тела под проточную холодную воду а по времени на сколько примерно 15-20 минут то есть это время необходимо для того чтобы снять отечность убрать болезненности охладить кожу это при любой степени ожога нет ожоги существует разных степеней то есть более легкой степени такие как первой степени ожоги то есть когда поврежден эпидермальный слой мы можем охладить поврежденную в данном случае руку или поверхность под водой и прибегнуть уже к лечению в домашних условиях то есть к применению мази антигистаминных препаратов и противоспалительных препаратов при второй степени мы отмечаем более ярко выраженное покраснение кожи появление пузырей непосредственно при третьей степени уже идет повреждение гиподермы то есть более глубоких слоев кожи где затрагивается и кровеносное русло то есть какие-то капилляры и подкожно-жировая клетчатка и 4 даже есть степень да есть 4 степень при тяжелых случаях ожогов когда повреждаются не только поверхностные слои повреждаются слои сосудистые даже мышечно-костные ткани в таких случаях необходимо обратиться экстренным стационар и госпитализироваться для дальнейшего хирургического или какого-либо лечения как определить самим степень ожога первая степень ожога она появляется в виде как бы покраснение то есть ожог поражает эпидермальные поверхностные слои соответственно лечение здесь местное то есть охлаждаем поверхность дальше применяем местные мази антигистаминные противовоспалительные препараты если ожог так скажем более и ярко выраженные болезни не проходит на фоне местного лечения то необходимо не заниматься самолечением обратиться уже непосредственно к специалисту а вот как предотвратить их появление есть ли какие-то советы ну конечно никто от этого не застрахован но в любом случае в быту то есть когда мы готовим или занимаемся с какими-то горячими приборами использовать средства защиты индивидуальные либо это термоперчатки либо это прихватки соответственно стараться избегать прикосновения к горячей посуде не ставить свежеприготовленной пищи или свежеприготовленное блюдо на край стола чтобы не получить какой-либо травм теперь мы знаем как быть более внимательными на кухне чтобы избежать бытовых ожогов на на улице лето ему больше времени проводим на улице а это чревато солнечными ожогами даже если жара отступает врачи напоминают последствия могут быть серьезными от преждевременного старения кожи до онкологии так как же защитить себя от ультрафиолета и правильно выбрать солнцезащитный крем мы узнали у нашего эксперта лет у нас в самом разгаре мы очень много времени проводим и на солнце когда ходим на пляж и на природе гуляем как защитить свою кожу от солнечных ожогов и почему вообще ее важно защищать очень многие люди недооценивают серьезность солнечных ожогов хотя доказано что они могут приводить не просто к преждевременному старению кожи могут приводить даже к онкологическим заболеванием нужно избегать своей активности скажем так на открытом воздухе в самый пик солнечного излучения это с 10 часов утра до 4 часов вечера использование солнцезащитных средств также будет способствовать уменьшению воздействие ультрафиолетового излучения на нашу кожу как правильно выбрать солнцезащитный крем для того чтобы правильно выбрать солнцезащитный крем во первых мы должны понять планируете ли вы водные процедуры да он будет скажем так водостойкий влагостойкий или нет также крема мази лосьоны солнцезащитные мы натираем обильно не стоит их экономить ни в коем случае потому что чем тоньше слой нанесения тем меньше защита а что делать если все-таки ожог солнечный произошел необходимо первое это перейти в тень второе нужно охладить пораженные участки кожи для этого банально можно использовать холодные водные компрессы просто смочить легкую мягкую ткань либо марлю холодной водой прикладывать к пораженному участку и менять каждые 10-15 минут также подойдут средства увлажняющие на основе алоэ вера они также снимут легкий зуд отек покраснение кожи нужно пить больше жидкости обязательно до полтора два литра обязательно чистой воды ни в коем случае не чай не кофе алкоголь абсолютно противопоказаны в этом в этом случае так как они вызывают наоборот обезвоживание пациенты могут ощущать тошноту головокружение ученые мочеиспускание головные боли также может повышаться температура да если температура выше 38 градусов и выше обязательно обращаемся к врачу я бы не рекомендовала людям которые ранее перенесли какой-либо ожог скажем солнечный да опять повторно загорать в течение 3 7 дней после полученных ожогов потому что кожа еще не восстановилась какие меры кроме использования солнцезащитного крема мы можем использовать до чтобы защитить себя от солнечных ожогов еще я бы советовала использовать соответствующую одежду желательно чтобы это была легкая мягкая ткань рубашки с длинным рукавом брюки до длинные юбки обязательно ношение головных уборов желательно конечно это широкополые шляпы обязательно солнцезащитные очки причем я бы советовала их покупать в более специализированных отделах если люди занимаются активными видами спорта на открытом воздухе да либо работают на открытом воздухе обязательно следить за водно-солевым балансом а теперь поговорим про ладони они казалось бы простые и понятные но в них находится огромный потенциал его раскрыли корейские ученые и наделили необычным названием суджог а вы о таком слышали в рамках национального проекта демография старшее поколение осваивает терапевтическую гимнастику как такой проект помогает пенсионерам сохранить здоровье я узнала вот тут вот ложбинка такая есть и чуть выше она такая довольно таки чувствительная найдите у себя это вот правая почка ладонь человека мини копия всего организма зная схему можно без труда понять на какие точки нужно воздействовать чтобы себе помочь волонтер комплексного центра соц обслуживания татьяна гусева предлагает людям старшего поколения освоить пальчиковую гимнастику суджог запуск нашей красоты нашего вообще состояния это работа пищеварительной системы и если у нас жкты хорошо работать то и мы соответственно и бодры веселы и хочется горы сворачивать если мы вспомним с детства когда сороку ворону мы делали деткам сорока белобока по часовой стрелке тоже это не просто так мы же ему кишечнику помогаем ребятеночку нашему запускать такие упражнения улучшают кровообращение укрепляются мышцы что ведет к уменьшению боли в спине шеи и суставах с недавнего времени эти занятия начала посещать галина корниловна пенсионерка из самары посещает центр соц обслуживания еще с момента когда воспитывала внука находящегося под ее опекой теперь когда внук вырос женщина решила уделить время себе и своему здоровью она стала постоянным участником психологического клуба гармония осваивает компьютерную и мобильную грамотность посещает театры и музеи в рамках проекта социальный туризм учится техникам точечного массажа и ароматерапии у меня стало комфорт на спине у меня очень сильно молел а вот того как то это вы знаете знаете как от стекла подстегнуть что настолько комфорт начинаешь что тебе-то надо потому что встаешь как говорится ой ой куда что делать это уже знаете вот дисциплинирует что нужно тебе туда идти потому что это тебе нужно еще одна участница проекта не на викторовна перенесла инсульты и живет одна она обратилась в центр социальной реабилитации за помощью и специалисты предложили ей попробовать позаниматься гимнастикой ушу освоить скандинавскую ходьбу пальчиковую гимнастику и другие занятия не на викторовна с энтузиазмом посещает все занятия направленные на улучшение ее здоровья и результаты не заставили себя ждать улучшилась память речь координация движений самочувствия и настроение левая рука у меня плохо работал а сейчас лучше стало в общем я очень доволен что я попал сюда более тысячи человек посетили центра активного долголетия за 24 год помимо гимнастики суджок самый популярные направления центров активного долголетия это направление спортивной и оздоровительной направленности это скандинавская ходьба и йога и гимнастика тайчи также популярностью пользуются социальный туризм виртуальный туризм и курсы компьютерной грамотности проект активное долголетие это часть национального проекта демографии утвержденного по решению президента россии в самарской области с его помощью более 4 тысяч пенсионеров раскрыли свой потенциал и доказали что ввести активный образ жизни и наслаждаться жизнью можно в любом возрасте следующая новость о девушке который преодолевает барьеры ради достижения мечты а мечта у нее помогать людям жительница конго проехала пол мира чтобы получить образование в самаре винти рэйчел кивели не только учится но и уже работает в бригаде скорой медицинской помощи я пообщалась с девушкой медиком и узнала как ее воспринимают пациенты и о какой карьере она мечтает винти рэйчел кивели переехала в самару из демократической республики конго вдохновленная примером прабабушки и деда которые лечили людей а также отца абдоминального хирурга девушка учится в медуниверситете по специальности лечебное дело в будущем планирует получить специальность врача-гинеколога кроме обязательных занятий часто пропадает в библиотеке пополняя багаж знаний и с теплотой рассказывает о жизни в когда-то далеком от африки городе на волге я люблю гулять на бережном полке либо филармония музыку и везде в городе спокойно у меня знакомый человек который рассказал мне просто маха и я решила принять это сюда чтобы учиться сначала подготовительном факультете потому что я не узнала русский язык сколько лет вы уже учитесь 6 лет почти рэйчел совмещают учебу в самарском медуниверситете с работой медсестрой на станции скорой помощи без практики никуда студентка с радостью отмечает что не только способна помогать пациентам физически но и само ее присутствие поднимает им настроение обычно все пациенты благодаря после лечения они спасибо говорят я люблю когда пациент говорят что я стал легче и совсем я выздоровал это я радуюсь когда пациент говорит так я понимаю что я доставляю улыбку и радость пациент природное обаяние и улыбка рэйчел буквально покоряют сердца людей говорят и ее коллеги свои обязанности персонально она выполняет очень хорошо добрые отзывчивые пациенты улыбаются она очень ответственная она выполняет все свои обязанности она сюда искренне с пациентами поэтому у пациентов быстро возникает доверие к ней демократическая республика конго откуда родом рэйчел поддерживает дружественное отношение с россией это позволяет африканским студентам получать образование в наших вузах безусловно каждый иностранный студент который приезжает в российскую федерацию он обучается по тем обязательным образовательным стандартам которые разработаны территории нашей страны и в рамках этих образовательных стандартов в программе рабочей присутствует обязательная практика начиная с первого курса и наравне с российским граждан наш иностранные студенты также проходят эту практику на базах лечебных базы клинических базах нашего города и области нашим иностранным гражданам разрешено в не учебное время работать без каких-либо разрешительных документов рэйчел успешно сдала специализированный экзамен о допуску к соответствующей должности и она работает на скорой помощи рэйчел уже шесть лет не была на родине однако не унывает и активно путешествует по россии она еще не решила вернется ли в конго но уверена что будет работать в поликлинике помогать женщинам а любовь к самаре останется с ней навсегда вы смотрели программу школа здоровья берегите себя и увидимся субтитры подогнал «Симон» и субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»